МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей в студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник в преддверии праздника. Запорожской 55-й отдельной артиллерийской бригаде сегодня исполнилось 74 года. Уже третий год военные подразделения защищают страну на востоке Украины. Как военные отметили день части? Далее в сюжете. Екатерина пришла на контрактную службу в 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду летом этого года. До этого как волонтер украинской армии поддерживала военных на передовой. Так сложилось исторически. 55-ка самая родная, потому что базируется в городе Запорожье. И так получилось, что ребята, которые добровольцами уходили в 2014 году из Запорожья, многие уходили в 55-ку и из 55-ка защищали и защищают сейчас нашу Украину. Поэтому так получилось, что и я с ними помогать пришла в 55-ку. Вместе со своими сослуживцами Екатерина присутствует на открытии бюста Василия Петрова, генерал-полковника, чье имя 55-я бригада носит с 2010 года. Это событие приурочили ко дню части. Сформированное в 1942 году подразделение за 74 года своей истории не раз меняло название. Много лет назад военные части защищали страну во Второй мировой войне. А сегодня уже третий год принимают участие в антитеррористической операции. Высказать свою благодарность и поддержку военным пришли запорожские волонтеры. Надежда уже не первый год помогает служащим 55-й бригады. Больше всего сейчас нужна наша моральная поддержка. Потому что мы уже взяли себе за правило на все свята приезжать с большой волонтерской группой, к хлопцам. Мы никогда не покинем нашу 55-ю бригаду. В целом, так склалась доля, что мы пишемся, что стали ее волонтерами. Будем поддерживать наших героев. И надеюсь, что наши защитники, чувствуя наше тепло и турботу, будут там на фронте стоять до перемоги. За время антитеррористической операции борясь за независимость страны, свою жизнь отдали 10 военных 55-й артиллерийской бригады. Их память в день части почтили минутой молчания. Затем лучших офицеров и солдат командир части отметил наградами. Ряд наград лежит передо мной. Я сейчас их вручу. Это символ того, что наша бригада, наши военнослужащие, не жалея себя, в ущерб своим семьям, отдали все, что могли отдать и отдают сейчас для защиты нашей Родины. Екатерина Свериденко, Олег Мовчанюк, Сергей Чалый, ТВ5. Поздравления для бойцов АТО. Поднять настроение в канун Нового года и поддержать украинских защитников решили жители мирных городов. Какой сюрприз подготовили запорожцы и чего ждут от 2017-го? Сами военные смотрите в репортаже Евгений Мельник. Как настроение у вас, расскажите? Бой, замечательно. Поменяли все планы для того, чтобы дальше поехать. Поехали! В рамках работы над проектом, когда мы ведем съемку в зоне боевых действий, военнослужащие не только нас защищают, отвечают за нашу безопасность, но и всегда организовывают и теплый прием. И накормят, и обогреют, и чаем напоят. Поэтому уже неудобно к ним приезжать с пустыми руками. Стараемся тоже что-то с собой привозить. Скоро пойдет второй год реализации нашей социальной акции «Беля сердца», в рамках которой мы привозим детские рисунки и письма, сладости, гуманитарную помощь, продукты питания. А в этот раз, в канун новогодних праздников, мы везем наш запорожский творческий коллектив «333», который выступит на передней линии фронта. Военные уже ждут. Думаю, будет очень интересно. В составе артагит-бригады «333» – люди самых разных профессий. Работники промпредприятий, частные предприниматели и доктора наук. Но цель у них одна – моральная поддержка украинской армии. У нас великолепный творческий коллектив. Артагит-бригада «333». На военной терминологии это построились, приготовились и вперед. Вот так и мы, легкие, на подъем. Мы свое творчество показываем нашим ребяткам, которые сейчас защищают нашу Украину. Несерьезный коллектив очень серьезных людей. Так о себе говорят музыканты. Извините, парша не поместилась в машину. Поэтому малым составом. Третий год работы в зоне АТО. Были и на Мариупольском, и на Донецком направлении. И в тылу, и на передовой. Место было очень напряженное, потому что буквально вблизи были разрывы. И мы сами увидели, насколько это страшно, насколько тяжело. Стихи и песни о самом родном. О том, что волнует каждого. Хай будет мир. А с ним, с жизнью, с жизнью, с жизнью, с любовью. Хай будет мир. И в небо отправляться страждая. Хай будет мир. Больше тогда совершаются другие мечты. Хай будет мир. И я. В труде, в добро, в надежде. Хай будет мир. Было очень красиво, приятно увидеть. Еще бы хотелось. Очень понравилось. Было весело. Приятно, конечно. Пускай еще приезжают. Веселят нас почаще. Всех телезрителей с наступающими новогодними праздниками. Дорогие запорожцы и гости нашего города. Поздравляем вас с наступающими праздниками. Желаем вам всего хорошего. И нашему любимому каналу ТВ-5. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Мы решили узнать, что во сколько обойдется и сравнить цены с прошлогодними. Подробнее Станислав Печурин. Завтра на столах запорожцев появятся главные новогодние блюда. Салаты оливье и сель под шубой. Мы решили узнать, сколько стоят ингредиенты этих блюд и другие продукты. Сейчас на рынках предновогодний ажиотаж. Многие идут сюда, а не в супермаркет. Картофель, морковь, свеклу и лук нам удалось найти по 6 гривен за килограмм. Есть дешевле и дороже. Все зависит от качества и продавца. В прошлом году цены кусались. Только за картошку просили 12 гривен. Недороговато. Держатся цены. Все стабильно. И капуста держится в той же цене. Это я говорю о том, что у меня стоит. Цена на колбасу и мясные изделия стабильно растет. За килодокторской следует отдать более 70 гривен. Обязательным ингредиентом для оливье является майонез. 400-граммовая пачка средней жирности стоит 13-14 гривен. Майонезы тоже разбирают, потому что все салаты новогодние идут на майонезы. Цифры на ценниках куриных яиц и соленых огурцов примерно одинаковые. За 23-25 гривен можно купить либо десяток яиц, либо килограмм соленых огурцов. Теперь время подсчитать, во сколько обойдется оливье по классическому рецепту. Для салата оливье нам понадобится картофель 400 граммов, морковь 200 граммов, вареная колбаса докторская 400 граммов, яйца 5 штук, соленые огурцы 200 граммов, банка консервированного зеленого горошка и майонез 200 граммов. Проведя расчеты, наш салат обойдется в 70 гривен. В прошлом году сделать салат оливье стоило 55 гривен, в позапрошлом 25. Чтобы приготовить сельдь под шубой, покупаем необходимую рыбу и также подсчитываем стоимость классического салата. Для салата сельдь под шубой берем одну соленую сельдь, она весит примерно 400 граммов, 200 граммов репчатого лука, 200 граммов моркови, 5 яиц, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы и 200 граммов майонеза. Итого блюдо будет стоить около 45 гривен. И какой новогодний стол без красной икры? За баночку весом 140 граммов приготовьтесь отдать от сотни гривен. Для бутербродов понадобится и масло. Масло очень вкусно, но вы же сами понимаете, что удои сейчас сократились, поэтому и естественно поднялась цена. Конечно же, в нашем сюжете говорится лишь о части новогодних блюд. Горожане сами рассказали, что поставят на праздничный стол. Что можно купить с пенсии на 1500? Ну, бутылочка. Обязательно. Это Новый год. Будет салатик, ну, как обычный такой, мимоза. Салат называется каприз. Хороший такой. И салат немецкий. Он такой сладкий. С ананасами, с кукурузой, с яблоками такой. Вот. Утка в яблоках и в капусте. Все будет. А расскажи. Потому что мы работаем с мужем, и у нас все будет. Колбаса будет домашняя, мясо будет, ну что, шашлык будет. Все пряности будут вкусные. Алкоголь, кстати, в этом году стал на порядок дороже. Бутылка традиционного игристого вина стоит минимум 70 гривен. А уж сколько брать спиртного зависит от новогодней компании. Итого набор основных блюд на праздничный стол из оливье, сельди под шубой, бутербродов с красной икрой и бутылкой игристого вина составил 300 гривен. Станислав Пичурин, Константин Грушко, ТВ5. Новый год – праздник, который отмечают на всех континентах. Каждая страна славится своими традициями, героями и историей празднования. Украина – не исключение. Народные гуляния, украшения елки, килограммы, мандаринов и брызги шампанского – все это непременно ассоциируется с Новым годом. О том, как появились главные традиции любимого праздника, расскажет Мария Маракелян. Новогоднее настроение захватило город задолго до главного праздника. На площади красавица-елка, яркая иллюминация и, конечно, народное гуляние. И так уже много лет подряд. Правда, мы не всегда встречали Новый год 1 января. На украинских землях, входивших в состав речи Посполитой, эту дату установили в 1362 году. А в Российской империи ее вел Петр I в 1700 году. В давней народной традиции своего часа Новый год святкували с приходом весны, то есть 1 березня. Ну, в современном понимании это свято Евдокии, Евдохи, так. Деще позднее Новый год начали святкувать 1 березня с закончением жены. Неудивительно, что тогда главным атрибутом новогоднего праздника был дедук или калятник, ржаной, пшеничный или овсяный сноб. Это символ урожая, благополучия, богатства и оберег рода. Традиция ставить елку пришла с запада. И поначалу отношение к зеленой красавице было неоднозначным. В украинской народной традиции мифологии ялинка в целом мае очень разное значение. С одного боку, например, ялинку используют, когда молодая пара, создается так называемая гильца, дерево. Возможно, когда-нибудь в фильмах видели, что несут такие гильцы, прикрашенные. Часто это была ялинка. Что такие гильцы? Это символ жизни. Новая родина, новое жизнь. А с другого боку, когда человек помирал, когда могилу насыпали, то часто эту могилу прикрывали гильцами ялины. Помимо елки почувствовать запах нового года помогают мандарины. Ассоциировать их с праздником начали примерно в 70-х годах прошлого века. На просторах бывшего Советского Союза это был, пожалуй, наиболее доступный цитрус и появлялся на прилавках он именно зимой. В Радянском Союзе были налагоджены контакты с разными странами, с которой начали цитрус, но это были очень ограниченные партии, таких же апельсин, это были ограниченные партии этих самых бананов, их не было. А вот в Радянском Союзе на узбережье Черного моря, это Абхазия, это Грузия, в субтропиках как раз выращивали саме мандарины. И это было наиболее доступным для любого рядового пересечного жителя Радянского Союза. Доступными были ингредиенты для салата оливье. Легкий к приготовлению и достаточно питательный. Он и сегодня остается неотъемлемым атрибутом новогоднего стола. Трудно представить праздничное гуляние и без шампанского. После Второй мировой войны пенистый напиток пришел на смену более крепким. Сначала шампанское появилось на столах высших чиновников, а со временем пошло, что называется, в массы. Когда пошла реклама радянского шампанска, такая, как разливалась по всему Радянскому Союзу, хотя это на самом деле игристое вино, а не шампанское. Но для его популяризации, соответственно, его изображали на плакатах, его показывали, соответственно, в разных передачах, как безсумненный атрибут нового року. Это гарная пляшка зеленого кольора, которая на фоне ялинки оттеняется. Интересно, что Новый год со своими традициями имеет как языческое, так и христианское начало. Мы знаем, что этот день раскрываются небеса, и Бог нас чует. Відповідно, все, что ты вымоляешь этот день, тебя почуют. И почему мы на Новый год что делаем? Бажание себе загадываем, потому что считается, что Бог нас почует. Пожалуй, эта традиция никогда не надоест, ведь под Новый год чудеса обязательно случаются. Новогодняя выставка о том, что подарить на праздник и как завершить год на мажорной ноте мы расскажем далее. Будет интересно. Птицу в каждый дом. 2017 год огненного петуха. Каким он будет? Советы от дизайнеров. Мы узнали, каким должен быть образ в новогоднюю ночь. Дед Мороз с медалями, а все участники с подарками. Лучшие дзюдоисты Украины и мира приехали на традиционный турнир. Вкусно, весело и полезно. Генеральный директор телекомпании ТВ-5 научится не только работать, но и готовить. 2017 год огненного петуха. Астрологи уже подготовили прогнозы на будущее. А что скажут о Новом годе те, у кого обитает настоящий петух? И почему эта яркая птица должна быть на каждом подворье, расскажет Игорь Стрельцов. Этот петух наш очень спокойный, добрый, не бьется, не клюется. Так что я предлагаю купить этого петушка. Без петуха не будет счастья и достатка в семье. В этом уверена Елена Гарпиненко, хозяйка небольшого частного подворья, где уже более 30 лет не смолкают кудахтанье кур и крики петухов. Счастьем она готова поделиться со своей коллегой по работе Юлией Рыбас. Хочу себе домой приобрести тоже красивого петушка, потому что следующий год петуха огненного. И я думаю, этот петушок мне принесет удачу в следующем году. И этот как раз вот этот петух красивого огненного цвета, я думаю, он хорошо впишется в наш домашний интерьер и двор. Во дворе Гарпиненко сейчас 10 петухов и более 30 кур. Птицы радуют не только своим внешним видом. У хозяйки на столе всегда свежие продукты. Яйцо тепленькое, вот только курочка снесла, я ее даже с гнезда вытащила. Домашние. И никогда с голоду не помрешь, это правда. Порядок во дворе напрямую зависит от лидера, двухлетнего петуха Пети. Елена уверена, именно это качество будет доминировать в новом году. Наверное, будет год спокойный, потому что наш Петя, он, так как он себя ведет очень тихо и спокойно, значит и год должен быть хороший, прекрасный. Приобретая настоящего огненного красного петуха, Юлия уже строит планы на будущий 2017 год и советует это сделать другим. Считает, ее жизнь изменится. Со временем, конечно, ему придется покупать невесту, курочку, а может даже не одну. Так что будем тоже пытаться разводить и советую всем в следующий год встречать с такими красивыми птицами, как петухи и куры. Валерий Калайтан, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Рез двум эстетики. В канун Нового года в Национальном союзе художников Украины открылась традиционная выставка изобразительного искусства. Ее основная цель – создать праздничное зимнее настроение у посетителей. На открытии побывала и наша Ольга Васильева. Организаторы позаботились о том, чтобы представленные работы в полной мере передали красоту зимы и волшебство новогодних праздников. На выставке представлены работы художников из Запорожья и области. На этой выставке представлены работы Ирины Гресек. В этом году природа подарила ей возможность запечатлеть на холсте таинственную зиму. В один из ноябрьских дней выпал пушистый снег и окутал яблони белым покрывалом. Пейзажи, натюрморты, портреты. Основной критерий отбора – профессиональное написание картин. Среди начинающих художников, которые представили свои работы на выставке – Вероника Свердловская. Подготовила серию открыток с инсталляцией украинских праздников. Тут и языческие праздники, и христианские, и более светские, вот как Новый год, например. Я читала про традиции каждого праздника, чтобы не упустить ничего. Вера Устянская представила шесть своих работ – вечерний новогодний натюрморт и квадратип техкомпозицию из четырех картин под названием «Времена года». Я поставила натюрморт с гирляндой и уже писала в темной комнате, как освещенная именно эта гирлянда, как бы оно придавалось освещению. Почему я представила их на этой выставке? Потому что Новый год – это всегда идет переоценка ценностей. Мы вспоминаем, что у нас было. Мы благодарим этому году за уроки, которые нам преподнесся, за радости, за бонусы какие-то. Среди них есть и та, которую Вере давно хотелось написать – Василиса и елка. На ней художница запечатлела свою дочь в момент украшения новогодней елки. Надо мне мою дочку написать с елкой, потому что, когда ставится елка, дети сразу живут под елкой. Колоритом к этой работе послужила вот та моя работа – натюрморт. Посетить выставку может каждый желающий. Она продлится до конца января 2017 года. Ольга Васильева, Эдгар Копытов, ТВ5. Год огненного петуха уже за дверью. Астрологи уже строят прогнозы и дают советы о том, как правильно его встретить. Советы дают и дизайнеры. Яркие оттенки и разнообразные формы. Ну, а завершает образ правильный макияж. Каким он должен быть и как ярко встретить Новый год, знает Седоний Аракелян. В чем встречать Новый 2017 год? Модницы думают, уже сейчас подготовка к празднику занимает много сил и времени. Поэтому мы вам подскажем правильные фасоны, оттенки и формы платьев. Символ Нового года. Петух любит все пестрое. Поэтому встречать его советуют в ярких расцветках. Для тех, кто не очень любит красный цвет, можно предложить как вариант зеленый бархат. Очень благородно, красиво, с новогодним настроением. Бружево, которое добавит изысканности, шика, немного в образ. Хитом как прошлого, так и года наступающего остается платье-ночнушка в длине мидии. Прекрасный атлас, который всегда подчеркивает женственность. Он всегда добавит блеска в образ. И кружево, которое подчеркнет изысканность снаряда и любое декольте. Сюзанна рассказывает, популярными останутся простые ткани или же бесформенные прямые вещи. Простые ткани, которые у нас ушли на какой-то период, сейчас они возвращаются. Это твит, костюмная шерсть, это хорошая вязка. Образ модницы в Новый год дополнит макияж. А в моде наступающего года легкий глянцевый мейкап. В прошлое уходят накладные ресницы. В макияже глаз вы можете использовать различные текстуры. Это могут быть как привычные сухие тени, так же и кремовые, гелевые текстуры. Для придания яркости и глянцу вашему образу можно использовать рассыпчатые перламутровые тени. В моде останутся полюбившиеся всеми смоки-айз и матовые помады. По словам Анны, макияж говорит о характере женщины, поэтому его нужно подбирать очень аккуратно. В этот год, как и в предыдущие годы, очень популярны яркие матовые или глянцевые помады. Они могут быть красные, они могут быть ягодных цветов. Если вы хотите немного поэкспериментировать, используйте смело яркие подводки, яркие туши. Год революционных перемен так характеризуют наступающие 2017-й астрологи. Образ огненного петуха связан со смелостью, решительностью, активностью. Поэтому этот год будет насыщенным на события и перемены. То, что год и тот и год, и тот и другой год красные, говорит о том, что у нас в наряде должно быть очень много яркого, пестрого, очень много бижутерии, золота. Чем ярче мы будем, тем ярче мы в дальнейшем встретим год. Огненный петух вступит в свои права только 28 января в 23.00. Поэтому в новогоднюю ночь обезьяны пренебрегать нельзя, говорят астрологи. Нужно не оскорблять обезьяну, не кричать «Ура! Ку-ка-реку!» и так далее. Обезьяна есть обезьяна, и мы его проводим немножко, как будто обезьянищая, как будто играя, как будто нам еще интересно, как будто мы еще дети. Но основной совет всех специалистов – быть яркими в новогоднюю ночь. Тогда таким же ярким будет и следующий год. Седония Ракелян, Юрий Васильченко, Иван Демяненко, Эдгар Копытов, ТВ5. Праздничная суета. До наступления Нового года остается все меньше времени. Определиться с меню к новогоднему столу, выбрать праздничный наряд и, конечно же, выбрать подарки. Именно с их их с радостью ждут как взрослые, так и дети. Куда запорожцы идут за подарками и что лучше всего продается в канун Нового года, узнавала Юлия Пасько. В поисках новогодних подарков многие запорожцы отправляются в торговые центры. Тут можно купить как маленькую безделушку, так и крупную технику для дома. Николай пришел за подарками для родных и близких. Я хочу подарить подарок любимому человеку, это жене. Я хочу подарить подарок маме, хочу подарить подарок брату своему. Ну, конечно же, все работаем мы в коллективе. Конечно же, хочется сделать хотя бы приятную, но мелочь. При выборе новогодних подарков запорожцы не жалеют ни сил, ни времени. Сумма, которую готовы потратить, зависит от человека, которого собираются поздравлять. Если это приятная мелочь, то мы можем рассчитывать на сумму, начиная от 50 гривен. Если это подарок, которым мы хотим произвести впечатление какое-то на того же любимого человека, а если это родители, мы хотим им дать какую-то дань, подарок будет варьироваться уже где-то, наверное, от 500 гривен и выше. Первым делом Николай пошел на поиски подарка для жены. Отправился в магазин одежды. Однако, по словам продавцов, вещи женщины предпочитают покупать себе самостоятельно. Приходят в основном женщины и говорят, что вот мы покупаем, так как вот нас отправили мужья себе сделать подарки. Редко кто приходит, когда муж и жена. Кошельки, зонтики, визитницы. Аксессуар, универсальный подарок. Покупают и мужчинам, и женщинам. Но мужчины больше делают подарком дамы. А вот молодежь, как правило, в финансах ограничена. Друг другу предпочитают дарить приятные мелочи. Классику покупают, допустим, палантины, шарфы, сумки более женские. И молодежь очень любит наш магазин. Сейчас самые популярные кролики, как бы пушки, бутылочки, потом подвесы какие-то, чокеры. Если брать молодежь, то это в районе 100 гривен, если студенты делают друг другу подарки. Если более взрослого поколения, так бы 500-250, вот так вот. В качестве подарка женщинам часто дарят косметику и парфюмерию. Николай также пришел сюда за ароматом для жены. После консультации продавцов свой выбор остановил на флаконе духов. Стоимость 1500 гривен. По словам администрации магазина, парфюмерию покупают часто в подарок на Новый год. Скорее всего, больше аромата. Больше предпочитают ароматы. Такое фантазия и вдохновение каждого приобретающего. И, естественно, хорошие положительные эмоции. Выбранные подарки запорожцы дополняют яркой упаковкой и сладостями. Не забывают и о праздничном столе. В качестве новогоднего подарка символом 2017 года также могут быть подушки или пледы с соответствующим рисунком. Самодельные вышитые или связанные сувениры с петушками, статуэтки, елочные игрушки и свечи. Юлия Пасько, Юрий Васильченко, ТВ5. Мы поможем накрыть вам стол. Если вы еще не определились с блюдами на праздник, не волнуйтесь, сейчас будет несколько идей из мира кулинарии. Вкусно, весело и полезно. Генеральный директор телекомпании ТВ5 Максим Анаприенко в гостях у Дмитрия Шендрика научат не только работать, но и готовить. Необычные рецепты на обычной кухне и немного тайн от руководителя. Все это уже завтра. Не пропустите. Начало с самого кулинарного проекта ТВ5 Винегрет Шоу в 11.00. Звоните в прямой эфир и получайте полезные подарки. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Для вас в студии работала Алена Матвеева. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!